ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ После свадьбы молодым тоже предлагалось помыться в бане. Топилась баня прямо с утра, очень жаркая, причем люди приходили к дому молодых. И даже когда молодые мылись в бане, они под окнами стояли, шумели, то есть издавали такие громкие звуки для того, чтобы отгонять от молодых какую-то нечистую силу. Крестьяне рожали в бане, так как это было самое чистое место в деревне. Сажа, осевшая на стенах бани по-черному, играла роль антисептика. Более того, раз в год на чистый четверг, выпадающий за три дня до Пасхи, ее специально топили на ночь, но не парились в ней. Это делалось для духов предков. Так славянин поддерживал связь с предшествующими поколениями. Когда умирал человек, его тоже мыли в бане. А еще баня использовалась как место для заговоров, для проведения неких обрядов. Например, гадали на определенные праздники тоже в бане. Это было идеальное место без окон, потому что туда призывали нечистую силу, может быть. В древности люди ходили в баню не только для того, чтобы помыться, но и прогреть тело и пропотеть. В общем, оздоровиться. О целительных свойствах русской бани писал еще португальский врач-императрица Елизавета Петровна Санчес. Он считал, что русская баня вполне может заменить почти все лекарства. Когда Санчес покинул Россию, он содействовал открытию парных в крупных городах Европы. Распространению русских бань в Европе поспособствовал и Петр I, который приказал построить бани для своих солдат в Париже и Амстердаме во время своего пребывания там. Древний трактат описывал 10 преимуществ парной. Ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и даже внимание красивых женщин. Для славяночек баня была сродни спа-салону, где они ухаживали за лицом, телом и волосами. Красивая толстая коса была результатом тщательного ухода. Волосы девушки ополаскивали отваром крапивы и лопуха и готовили эко-шампунь из подручных средств. Самый популярный из них – ржаной. Для этого брали большой лом от черного хлеба, разламывали его на небольшие кусочки и заливали горячей водой. Спустя полтора-два часа наносили полученную кашицу на волосы по всей длине, немного массировали и через 20 минут смывали. В результате кудри очищались от пыли и остатков кожного сала, насыщались целебными веществами, становились сильными, густыми и послушными. Правда, чтобы вычесать остатки такого эко-шампуня из волос, приходилось постараться. А еще косы на Руси мыли кислым молоком, сывороткой или простоквашей. Те, кто мог пожертвовать ради красоты парой куриных яиц, не упускали случая сделать следующую волшебную маску. Для этого разбивали яйцо и тщательно его вспенивали. А затем наносили на волосы. После такой процедуры они становились мягкими и шелковистыми. От выпадения волос помогал пчелиный натуральный продукт. Для этого в яйцо добавляли несколько ложек натурального меда. Любили также в давние времена и экспериментировать с цветом волос. Так, для того, чтобы стать шатенкой, волосы омывали отварами луковой шелухи или настоем дубовой коры. А для получения светлого цвета – отварами ромашки или липы с добавлением шафрана. Алый цвет получался из барбариса и молодых яблоневых листьев. Чтобы сохранить красоту и молодость кожи, русские красавицы использовали молоко, сметану, простоквашу. В качестве средства от серой тусклой кожи лица, отсутствия румянца и мелких морщинок помогали желтки яиц и молоко. Девушки любили умываться отваром ромашки, а женщины постарше – отваром шиповника. Древние славянские женщины очень большое внимание уделяли и телу, проводя еженедельные процедуры по уходу за ним. В бане использовали специальные скрипки и мочалки из лыка, чтобы очистить кожу. Особая польза от использования баньки была для упругости тела. Женщины и девушки Древней Руси и знать не знали о такой напасти, как целлюлит. После парилки они протирались льдом из ромашкового отвара и не вытирались полотенцем, а надевали льняные рубахи и позволяли воде впитаться. Конечно, главный атрибут банного удовольствия у славян был веник. Веник для бани, как масло для каши, говорили наши предки. И от души хлистали веником и себя, и членов своей семьи. Ведь это своеобразный рашин-массаж, усиливающий кровообращение, способствующий нагнетанию горячего воздуха к телу, вследствие чего происходит более интенсивное потоотделение и усиление обмена веществ. Поры кожи открываются, и из них вымываются различные шлаки, а вместе с ними и микробы. Поэтому при простудных заболеваниях в бане часто парили детей. Взрослые же таким образом продлевали себе молодость. В народе сказывали, в тот день не старишься, который в бане паришься. Банный веник – это не только обычный атрибут пребывания в бане, это еще и магический инструмент. Ими снимали порчи из глаза, отгоняли злых духов. Веник в парилке – не все чудеса бани. Есть еще и лечебный пар, или, как бы сейчас сказали, фитотерапия. Целебные свойства ему придавали разные травы, такие как чабрец, ромашка, медуница, шалфей и другие. Для этого обливали раскаленную каменку в парильном отделении, и пар насыщался мистикой оздоровления. Кстати, считалось, что у бани был и свой незримый хозяин – банник. Полагали, что он, в отличие от других духов, людей не любит и отличается злым нравом. Не случайно, ведь ему приходилось иметь дело с грязью физической и духовной, которые оставляли в бане люди. Банника представляли как существо человеческого вида, но он был облеплен без одежды, облеплен березовыми листьями, именно весь с головы до ног. И причем банника очень уважали, потому что, например, париться предпочитали ходить на три раза, а на четвертый раз уже не ходили, потому что считали, что на четвертый раз будет париться банник. И ему оставляли разные подарочки, то есть его как-то задабривали. Задабривали банника следующим способом. Для этого ему оставляли кусок ржаного хлебца, густо посыпанного крупной солью, немного воды и маленький кусочек мыла. А в углу веник ведь банники любят внимание и заботу. А при выходе из бани его обязательно благодарили. Что же это за чудо такое русская баня? Все-таки есть не что-то магическое и сакральное, а иначе как объяснить, что в бане можно привести в порядок не только тело, но и душу? Это была программа Сиюн. Зов сердца. Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова